Чёрное зеркало Чёрное зеркало Я приветствую нашу активную аудиторию, спасибо вам за то, что пришли за ваши первые аплодисменты, я приветствую наших гостей, спасибо, что тоже нашли время принять участие в нашей программе. Итак, мой первый вопрос. Скажите, кто-то может мне ответить на вопрос, почему до сих пор не опубликован новый текст меморандума с Международным валютным фондом? Да. 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 Прошу. Прежде всего, по договорённости с Международным валютным фондом, это происходит каждый раз, каждый пересмотр программы, начиная, насколько я помню, с 2008 или 2009 года, есть условия, что меморандум официально публикуется после утверждения текста Советом директоров и принятия решения о выделении транша. Тогда происходит пару дней, и после этого идёт официальная публикация меморандума. Обычно это делает по договорённости с Украиной, то есть Украина даёт добро на это, это делает Международный валютный фонд. Юрий, скажите, а это нормальная вообще практика держать в секрете ход переговоров, о чём ведутся переговоры, или это украинское ноу-хаус сотрудничества с МВФ? Ход переговоров, конечно же, степень открытости, хода переговоров, это дело договорённости сторон, и степень открытости бывает разная, и была разная, начиная с 2009 года, каждое правительство вело по-разному эти переговоры. Кто-то более открыто, кто-то менее открыто. Сейчас переговоры, в принципе, достаточно закрыты, и это опять же результат договорённости МВФ как кредитора и нас как получателя. Я могу напомнить, что в прошлом году мы, возможно, и не узнали бы, что было в прошлогоднем меморандуме, если бы первый фонд не опубликовал это на своём сайте. Украинская власть не спешила это сделать. Хорошо, кто-то из присутствующих может сказать, сколько на сегодняшний день есть людей в стране, которые знают, на что подписалась Украина? Сколько их? Двое, трое, четверо, где они? Кто они? Датарас. Какие подписали этот меморандум, это президент Украины Петро Порошенко, премьер-министр Украины Володимир Гройсман, министр финансов Олександр Данилюк и голова Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Что касается, почему он не знаменитый, есть такая практика, что, правда, после утверждения меморандума на Раде директоров МВФ, на протяжении двух недель этот меморандум будет опубликован. В первую очередь, это делает МВФ на своей странице в интернете англійською мовою, и также протяжением двух недель Украина сразу после этого может опубликовать. Почему они опубликованы раньше? Потому что могут быть внесены технические правки, ошибки, комы и так далее, какие-то небольшие дребницы, уже в час заседания Ради директоров. Хорошо, это вопрос к присутствующим народным депутатам. Не кажется ли вам странным, да, Виктория, вы начнете, обещаю, вот не кажется ли вам, Виктория, странным, что переговоры, обязательства на себя берет правительство и глава Нацбанка, а выполнять-то это все вам, уважаемые народные депутаты, вас не нужно включать, ну, хотя бы каких-то ваших делегатов в ход этих переговоров? Алексей, я вам навіть скажу більше, насправді мова йде про те, що виконувати вимоги будут не просто депутаты, або Министерство фінансов, або... Подсказать вам, кто? Депутаты Камикадзе будут выполнять эти условия. Депутат Украины, потому что мы є борщником, мы беремо гроши и нам повертати, всі, кто платит податки, в том или ином размере будут потом повертать гроши, которые мы получаем у получающего такого, как МВФ. Я вам скажу навіть більше, що за премьерство Яценюка у нас була доволі така відкрита співпраця з представниками, в тому числі Міністерства фінансов, ми мали можливість прийти і ознайомитися із так званою чорнеткою, драфтовою версією меморандума, ми давали свої коментарі, ми в тому числі зустрічалися з МВФ. Цього разу все дуже утуємничено. Вчора була нарада у пана Поруб'я, у спікерла парламенту, і я підняла питання про те, що вже насправді йде мова про те, що в квітні, в травні ми маємо приймати законопроекти для реалізації тих зобов'язань, які на себе бере країна. Та чи не є зараз прийнятним і доречним зустрітися щонайменше представникам фракцій, і з Кабінетом Міністром, і з паном Гройсманом, для того, щоб ми розуміли, чого нам очікувати, щоб ми могли пояснити людям, чого їм очікувати. Що вам відповіли? З вами готові зустрічатися? Сергій Рудок. Пан спікер пообіцяв, що він обов'язково організує таку зустріч. Розраховуємо й на це. Сергій Рудок, скажіть, а на сьогоднішній день хоть хтось з депутатів імеє представлення, о чому йде річ в цьому меморандумі, який вже підписан? Ну, я як член бюджетного комітету і голова підкомітету з питань державного бору на сьогоднішній день в очі його не бачить. Більше того, йдучи на цю передачу і готуючись до неї, і це ж не перша дискусія на тему прилюднення того, що підписав в уряд з Міжнародним валютним фондом, я, чесно кажучи, поставив завдання своєй команде помічників і юристів, кажучи, будь ласка, а чому ми до сьогоднішнього дня підписують угоди чотири особи, це президент, прем'єр, глава Нацбанку і міністр фінансів, і там немає представника парламенту, ну, прем'єром, голови бюджетного комітету. На що отримав відповідь, яка криється в статуті Міжнародного валютного фонду, де немає ніде жодного слова про парламент. Кругом фігурує уряд. Тобто, на жаль, в 44-му році, коли був створений Міжнародний валютний фонд, і цей статут мінявся тільки один раз в 16-му році, коли приймали ще одну країну, члена, ці умови були незмінні. Тобто, ми граємо по їхнім правилам і, на превеликий жаль, змушені бути... Сергій, ну, тут я вам можу відповідь, можливо, правительство исходить з тієї позиції, що вони представляють вас, членів коаліції. Ви ж їх туди делігували. Безперечно, але... Или ви розцениваєте це все-таки як неуваження до депутатському корпусу, коли вас потім поставять перед вже свершившимся фактом? Скажати, що я особисто в захваті від цього, це нічого не сказати, тому що як нормальний чоловік і нормальний депутат, який на передачу перед такою величезною аудиторією, мені хотілося б так само про це знати. Але на сьогоднішній день ми маємо думку експертів, яка відповідає дійсності, дійсно є норми, прописані кредитером, по яким ми змушені працювати. На сьогоднішній день, з того, що мені відомо, я можу сказати вже, це з приводу чернеток. На жаль, чернетки і їх оперування великим загалом перед великою аудиторією ніколи не призводили до добра. Хто пам'ятає нашу бурхливу дискусію з представником Батьківщини в цій студії, якого я поважаю, Іваном Крулько, з приводу попереднього, який з'ясувався, був фейковим варіантом. Пам'ятаєте, згідно з версією фейкового меморандуму, у нас уже мала бути земельна реформа і ринок землі, у нас уже мав бути піднятий пенсійний вік. І саме, мабуть, тому, аби уникати таких речей, тому що це завжди предмет компромісу. Звичайно, Міжнародний валютний фонд, як кредитер, намагається отримувати максимум для того, щоб в їхньому варіанті отримати стабілізацію курсу, тобто, щоб в їхньому варіанті отримати максимальні методи боротьби з корупцією, і вони іноді ставлять занадто жорсткі вимоги. Але це завдання уряду, завдання нашої держави уникати... Ви вас зрозуміли, спасибо, Сергій, але, возможно, в цьому году МВФ думає і о другому. В цьому году ми ждемо зараз предполагаємий транс, мільйон, мільярд, мільярд доларів, да? Ви помните, він похудел кілька місяців тому, с мільярда 200 мільйонів до мільярда. Україна повинна повернути в 2017 році тому же МВФ. 1 мільярд 80 мільйонів. Возможно, для цього і буде дан нам цей кредит. Тарас, микрофон. Дивіться, зараз ми вже перейшли до тієї стадії, що МВФ буде нам давати фактично гроші на рефінансування боргу для нього. От і все. І при цьому від нас будуть вимагати такі вимоги, які в довгостроковій перспективі просто будуть вбивати нашу економіку і не будуть створювати ніяких передумов для того, щоб робити її інвестиційне привабливу і так далі. Тарас, а що саме вбиває економіку? Ну, я розкажу, що МВФ – це як приклад для інвесторів, що вони прийдуть. Да не прийдуть інвестори в країну, яка є боржником і яку кредитує МВФ. Це фактично те саме, що людина лежить в рефінансійній паласі. Ми відмовлялися від співпраці МВФ, коли у нас починала зростати економіка. Це було в 2003 році і це було в 2010 році, коли у нас фактично поверталося до зростання ВВП. Тарас, МВФ працює не тільки з України, а з десятками країн. Дивіться, що таке МВФ? МВФ – це неблагодійна контора. Вона створена для того, щоб, не дай Боже, для того, щоб врятувати в першу чергу західні капітали, які працюють в Україні або в іншій країні, для того, щоб вони спокійно під час кризи могли вивезти гроші. Вони дають вам гроші, а це йде в ваш борг. І наступне, чому вони завжди кредитують платіжний баланс, так, різницю? Для того, щоб, не дай Боже, наша країна не припинила імпортувати західні товари. От і вся математика. Так що давайте без цього. Тарас, ну ви гадуєте, не йдеться травм про підтримку, підтримку, підтримку? На що йдуть гроші МВФ? Тарас, скажіть. Вони йдуть, фінансові резерви, для того, щоб постійно підтримку. Тарас, сказіть. Так, до всім дослідно. Скажіть, очевидно, в цьому мільярд, відповідно, на МВФ, напрямок, опосредовательний яд, ви яктян вивезти, не мешайте. Тарас, объясните, як економіст. миллиард полученный в марте может уже, могут эти деньги уйти на выплату в следующем месяце долго перед МВФ. То есть прийти и уйти не оставив после себя ничего. Цей борг, наступный транш кредиту, миллиард долларов, он поступит в золото-валютные резервы национального банка. Вин не йде в уряд. Вин не может вплинуть на подвищение пенсии, или еще на какие-то такие вещи. Это выключено в золото-валютные резервы национального банка для того, чтобы национальный банк мог держать... Но я спросил, а на выплату долго тому же МВФ? Что касается выплат? Виплати, которые нас этого года очекают перед МВФ, там будут выплаты как частины национального банка, так и уже частина, которую получил уряд. Поэтому, конечно, какая-то часть из них пойдет на выплату. Но это не будет этим же траншем. Цего года мы должны получать 4 транши по миллиарду долларов, если мы можем выполнять эту программу. Вот у нас цифра появилась в тему. Посмотрите, сумма выплат по внешним обязательствам Украины не только ведь МВФ должны. В этом году это называется обслуживание долгов. Я правильно? Я правильно? По оценке Гонтаревой 2,6 миллиарда долларов в этом году. Обслуживанием называется выплата процентов. А также еще повернение и нас ожидает 2017 год, это не так Николай Скорик, затем Алексей Рядшин. Первое. Ни одна страна, которая добросовестно выполняла, вот четко выполняла рекомендации МВФ за историю работы с МВФ не стала успешной. Успешными становились те страны, которые смогли найти в себе силы и возможности выскочить из-под тех рекомендаций, которые давал Международный валютный фонд. Второе. Тот миллиард, о котором идет речь, при всем уважении к этой цифре, миллиард долларов, это красиво звучит, но для экономики Украины это ничего принципиально не меняет. Действительно, эти деньги идут в золотовалютные резервы. Когда говорится о том, что правительство не может ими воспользоваться там внутри страны, это в определенной степени фейк. Давайте возьмем ситуацию с Приватбанком. В прошлом году этих денег не было у нас в бюджете на капитализацию Приватбанка, на выкуп Приватбанка. Однако, что делало правительство? Правительство имитировало ОГВЗ. Их выкупал Национальный банк за те средства, которые у нас были в золотовалютных резервах. И таким образом эти средства попадали в бюджет. И самое главное, и самое главное, дайте мне одну секунду, можно я закончу? Самое главное, можно я закончу? Исходя из того, что вот самый главный спор в отношении того, что мы должны дать за этот миллиард. Мы вот у нас на одном из предыдущих эфиров Сергеем были большие споры в отношении того, там повышается пенсионный возраст, не повышается. Сейчас говорят о том, что сейчас начнут играться там со страховым стажем, с рынком земли и так далее. Вот самый главный вопрос. Оппозиционный блок поставил вопрос в парламенте, и мы зарегистрировали соответствующий проект постановления, чтобы правительство отчиталось об этом меморандуме. Это можно сделать в закрытом режиме, чтобы не нарушать процедуры закрытости перед МВФ, чтобы не нарушать процедуры переговоров. И чтобы депутаты, которые представляют в парламенте общество, избиратели, которое за них проголосовало, чтобы они взвесили, готовы ли они голосовать за эти вещи. Я думаю, что даже в этой мифической коалиции, которой нет, очень много людей не готовы голосовать ни за рынок земли, ни за изменение страхового стажа, потому что там достаточно много мажоритарщиков, там достаточно много здравых людей самих по себе. Я думаю, что этот вопрос в парламенте будет открытым. Поэтому самый главный вопрос это понять, что мы за этот мир, который ничего для нас не поменяет, что мы за него должны быть. Если говорить о цене транша, действительно нужно разделять две группы украинцев. Одну маленькую, вторую всю страну, которая заплатит эту цену за этот транш. Депутаты заплатят, скорее всего, падением своих рейтингов за голосование непопулярных законопроектов. Ну а, конечно, весь основной груз ляжет на плечи простого украинца. Что может измениться в жизни простого украинца после этого меморандума? Алексей, можно уже предугадать или нет? Ну мы прекрасно видим, что даже повестка Верховной Рады, которая на следующую неделю, она не отвечает вообще экономическим реалиям. Та бедность, которая есть в населении, те тарифы, которые просто кошмарят всех украинцев, решения им нет. И, к сожалению, этот транш МВФ не поможет решить проблемы простых украинцев. Почему здесь есть определенная доля секретности? Потому что я помню так прекрасно, как и коллега Войцитской самопомощи, когда мы только стали депутатами. Мы ходили в Минфин, где лежал драфт этого документа, мы смотрели его, потому что нам нужно было, а, коммуницировать людям, что мы делаем как власть, быть подотчетными, это очень важно. А когда этой вещи нет, нет подотчетности, значит есть секретность. И у меня есть сомнения, особлило ли правительство национальные интересы в взаимоотношениях с МВФ. Потому что первым требованием, мы здесь поддержим, потому что первое требование МВФ к этому траншу, это антикоррупционные методы, антикоррупционный суд и другие. Насколько мы уже третий год, как новый парламент после Майдана, а требования с коррупцией до сих пор оно есть. А следующее, что идут спекуляции, повышение пенсионного возраста или игра с этим. Рынок земли. Кстати, Батюшина открыто против данных вещей выступает и в программе это прописала. А те политические силы, которые сейчас сформировали так называемую коалицию, у них в программе политической партии не было таких вещей. Но однако они за это будут голосовать и собираться. Может быть в этом есть причина этой секретности. К сожалению, я не вижу, чтобы жизнь украинцев улучшалась. Алексей, в Коалиционном соглашении было про рынок земли? В Коалиционном соглашении про рынок земли, я не помню вещей конкретно по рынку земли, но рынок земли вопрос. Мы уже приватизацию провели и в Польше приватизация привела к тому, что у них бизнес работает, а у нас олигархи, то же самое рынок земли. К ним нужно приходить правильно. А когда у нас, посмотрите, исследование комитета аграрного, что там одни сидят аграрные бароны, а аграрные бароны сидят только три человека, которые не являются представителями аграрного бизнеса. Это один из них наш, Вадим Ивченко из Батьковщины. И кто будет у нас заниматься рынком земли? Агрархолдинги? Хорошо, но найдется ли в парламенте, Дмитрий Добродомов, как вы считаете, найдется ли в парламенте достаточно голосов, чтобы голосовать за все эти изменения, за то же рынок земли? За рынок земли, переконно, что не найдется, потому что мы проголосовали за мораторий, и в целом эти моратории нужно еще на пять лет вводить. Это вопрос принципов. Я хотел просто нагадать, когда было принято решение про этот следующий транш. Он был принят еще в вересне минулого года. Что мы должны сделать, и почему сейчас в березне столько времени прошло? Потому что мы не выполнили элементарных требов, которые были тогда. И тогда не было таких жорстких, про которые мы сейчас обговорим. Вот, я вспомнил, как раз, Алексей Рябчин, например, о антикорупционных причинах. Так, мы могли проголосовать закон про антикорупционный суд, законопроект, и мали про законопроект принциповый щодо надания НАБУ больших повноважений. И маю на увазе в частині прослуховывания, работы по прикрытям, доступу до корреспонденции. В листопаде это мало происходило. Наш комитет, поза как я працюю в Комитете за побегание коррупции, я взглянул еще в липне, еще в липне, и сквалив его, соответственно, для того, чтобы... И какова его судьба дальше в таком скафоне жить? Так, вот, смотрите, какой интересный момент. Страх настолько большой, так, в основном, властью военностью верховки, и мы теперь понимаем, почему, так, через последние события, там, с тем же самым Насировым, так, для того, чтобы этого не делать. И вот, соби, идуть сейчас перемоги на ЗМВФ. И сегодня ВИСЧА Рада правосудия, несподеванно, так, даёт такой висновок щодо закону про антикорупционный суд, что он, начебто, антиконституционный, хотя это абсолютно бздур. Я читал, что они там пишут, он, наоборот, очень много моментов правильно регулирует, которые, в основном, мы приняли в судовой реформе. А Матвей согласится на рынок земли, например, в обмен на то, что ничего не происходит с антикорупционными органами? Я думаю, что, я переконан, что эти пункты залишатся, но сегодня я сгадывал повестку дня, я имею в виду, что мы будем голосовать. Я не побачил, знову, там, а не обещанных законопроектов про антикорупционный суд, про НАБУ, я же не говорю, там, про статус, я имею в виду, закон о окупованных территориях, и так далее, и так далее. Вы сгадывали коаляційную угоду, так и почему они выносят на голосование с дитяной деторганностей, закон про импейшмент, про то, что новое выборче законодавство, зрештою, так, яке было абсолютно обещано. Понимаете, оця гра на перске, так, вона приводит до того, что нам выставляют новые маячки, и на этот проект меморандум, он будет правильно называться, из этих 12 пунктов, только это доводит. Выконаем мы в листопаде абсолютно нормальные. То, что нужно, еще раз скажу, не МВФ, это на сегодняшний день потребно стране. Мы все побачили сейчас шоу под названием суд Насирова, так? А судья Насирова обязательно очень подробно во второй части программы не перестати. Мы все побачим в апелляционном суде. А теперь давайте уявим, что у нас же был бы антикоррупционный суд. Вот что было бы, если бы он был, мы поговорим обязательно во второй части программы. Нет, спасибо. Спасибо, мы вас поняли. Сергей Каплин, а пенсионеров и будущих пенсионеров, мы чем можем сейчас напугать или успокоить? Вы как думаете? До увеличения пенсионного возраста дойдет или нет? Ну, о моем вопросе тоже не забудьте. Хотел бы начать где-то с другой стороны, сделать важный акцент. Это намного трагичнее и драматичнее. На самом деле, Украина живет в мовах двух больших окупаций. Окупации военной с боку России и окупации финансовой с боку международного співтовариства, больших корпораций, а персонально и субъективно с боку Международного валютного фонда. Такие страны, как Руанда, Югославия фактически погибли от войны, которая была спровокована, в частности, действиями Международного валютного фонда. Такие страны, как Аргентина, потерпают и практически уничтожатся от дефолтов, которые были спровокованы Международным валютным фондом. Бразилия или Мексика, будучи найбільшим экспортером и веруноком кукурузы, втратила этот рынок и сегодня является одним из самых больших импортеров. Купует ее за кордоном. То есть, уничтожено сельское хозяйство. Что ждет сегодня нашу страну? Нашу страну, очевидно, ждет, первое, окупация политичная, потому что есть и неофицийная часть договора с Международным валютным фондом. Например, сейчас они требуют укрепления коалиции и залучения радикальной партии к коалиции. Насколько я знаю, даже есть отдельные угоды, про которые я сегодня читал. И читатиме, я так понимаю, завтра вся страна. Другая важливая складова, другая важливая складова, это призначение, это расширение повноважения Национального банка и призначение туди Арсения Яценюка. Третя важливая складова, это легализация, это легализация рынка земли, изнятя мораторию. Очевидно, что землю скуплять иноземные великые компании, мы втратимем наш останний экономичный шанс на порятунок, это сельское господарство. Четвертая важливая складова, это заморожение зарплат и пенсий. Далее. И пятая важливая складова, это черговые витягки Международного фонда, связанные с черговым обладательством разных неприродных вещей, как пенсии, потом зарплаты и тому подобное. Это абсолютно антисоциальная политика. Я зарегистрировал разом со своим заступником по Социально-демократичной партии Суганяка законопроект, теперь увага, про мораторий на будь-яку співпрацю с Международным валютным фондом. Это первое. Другое. Цей законопроект предбачает, что мы добре порахуем, проведемо аудит, а потом вы решим, чи будем повертать мы деньги Международному валютному фонду. Так сделали в Греции и очень успешно. И если влада нынешняя не готова систи за круглый стиль с Международным валютным фондом, с их делками, большими компаниями, которые фактически и реально управляют с этой структурой и говорить от имени украинского народа, а не за спиной украинского народа, то эта влада не должна сегодня быть в государстве. И последнее. Дякую. Мы с вами должны делать решительно и безкомпромиссно. И отдавать страну сегодня тем, кто сегодня называет себя владой, отдавать на разрыв, на сгвалтование Международного валютного фонда, мы не должны. 1 травня будет День трудящих. Его будут назначать в 142 странах света. Я сьогодні зарегистрировал заяву про проведение... Если вы сейчас будете администрировать свои акции, я прерываю ваше выступление. Я зарегистрировал заяву у Кличка в администрации Киевской администрации про проведение такой акции на Хрещатику. Я запрошую всех, кто хочет по ретунку нашей государства на Хрещатик 1 травня боротися за пенсию 3200 минимально, за зарплату против Международного валютного фонда и за принятие нашего закону про мораторию на деятельность этой бандитской международной страшнейшей международной валютной фонда. Вы настроены так же решительно? Мы должны показать им, мягко говоря, кукиш и ничего не платить? Может себе Украина это позволить? Я, до речи, готовлю взять ответственность за те, чтобы организовать украинский народ цего разу на Майдан против Международного валютного фонда. И как цифры в Греции не отдавать им гроши, пока мы не сидим и реально не поговорим с ними и не защитим наших пенсионеров, молодых, работников и селян. Сергей, я же за вас переживаю. Вы сейчас еще пару таких заявлений до Международного трибунала договоритесь. Да, хай судят. За нами украинский народ. Спасибо. Андрей Ильенко. Деколька тестов хотел сказать. Во-первых, начну с того, что начали. Почему парламент никак не залучен в процесс? Я сгоден, возможно, там есть какие-то регламенты, но, по сути, это очень симптоматично, в залу парламента. Но я давно в этой студии, Андрей, говорил, что парламент в первую очередь жилет, что мы живем в парламент salmonization У нас формально парламентская президентская республика, но никакого серьезного решения в парламенте не принимаются. Они принимаются на банковые, они принимаются в домашний и председенте, но точно не в парламенте. Здесь, на жаль, все логично. Другое вопрос полегает в том, что так как парламент выведен из политического процесса в Украине, так и украинская влада выведена из политического процесса за межами Украины. Потому что, на самом деле, мы все прекрасно понимаем, что МВФ это не односторонний процесс. Если есть меморандум, там уже есть две стороны. В соответствии, функция и миссия украинской влады защищать наши национальные интересы. И если они не умеют этого делать, если они не могут этого делать, если они согласятся на крайне полезные для нас условия, а я уверен, что там крайне полезные для нас условия, там будет обязательно вопрос о земле. Это 100%. Там будет вопрос о приватизации, о залишках стратегических активов, которые остались в Украине за беседу сейчас раздать олігархам в воюющей стране. Там обязательно будет вопрос о повышении пенсионного века. Там будут вопросы, которые касаются спрощенной системы оподаткования. В этом нет. То есть и ликвидации. Цего допустить не можно. Это просто может спровоковать в Украине социальный выбор. И поэтому функция влады защищать национальные интересы. Но поскольку они пиклуются лишь про збережение своих коррупционных схем, им цикаво сохранить свои коррупционные активы за кордоном. Они готовы сдавать национальные интересы, чтобы сохранить свои коррупционные вещи, которые для них очевидно, очень сильнее. И понятно, что в этой ситуации мы опиняемся в моменте, когда украинские национальные интересы, по сути, нет кому, кроме самого украинского народа, который, конечно, должен сказать сейчас свое слово. Потому что то, что нам будут навязывать, абсолютно для нас неприятным. И основное, что в этой ситуации без голоса колонию, яка постачает коалиции. Вы сказали, каким образом коалиция связана с созданием новой коалиции, в случае, о которой ходят, связана с МВ. А я вспомнил, что вот в этом сливе информации из высших кабинетов столицы идет о том, что коалиция-то и затягивается из-за меморандума СМВ. Потому что радикальная партия Ляшка думает о своих репутационных ударах и поставила одним из условий подписания коалиционного соглашения, возможное только после оглашения меморандума, чтобы, ну, как бы быть в стороне. Понимаете? Не запятнаться в этих вопросах. Значит, эти вопросы очень серьезные. Кстати, что по поводу коалиционного соглашения? Что вам известно? Ну, мне ничего нового и дополнительного не известно. Скажу больше. На самом деле нет никакой нужды и потребности в создании новой коалиции. Если вдруг, вдруг, Лешко, все зависит от него, захочет он вступить в коалицию, не захочет, но если вдруг это и произойдет, то не надо создавать новую коалицию. Он просто присоединится к существующей коалиции. Но он с этим спешить не будет. А кто вам сказал, что ее нет? Кто вам сказал, что ее нет? Можете не оформлять союз, но всегда вовремя подставлять плечо. Все же очень просто. Для того, чтобы сняти на завжди это вопрос, а это, извините, принциповое вопрос, это все одно, что у нас есть президент, но мы не знаем, как его зовут. Вот это то самое. У нас коалиция в парламенте должна быть за конституцией, но ее нет. Тобто, мое будет список депутатов. Ну, слушайте, ну тогда, будь ласка, дайте список, кто есть в этой коалиции. Ой, Андрей, ну я уже в этой студии голос сорвал, когда пытался... А я памятаю деколька ситуаций. В нашей Верховной Раде два роки, с 2008 по 2010 год, спокойно, працювала Верховная Рада. Хорошо, смотрите, Григорий Сверхнам присоединился. Григорий Сверхнам присоединился и, наверное, уже пожалел, что так вовремя зашел. А ну-ка, расскажите нам, Григорий, пожалуйста, вы будете укреплять коалицию с мандатами Ляшка? Хочу привести, хочу привести деколька цифр. Сдаётся, РПР опубликовал дослід, щодо того, кто наибольший в зале, под моё законопроекты, уряду. Кто на первом месте, самопомощь. На другом, Народный фронт. На третьем, БПП. Чи есть коалиция в зале, чи нет? 92% поддержки законов нашего уряда от фракции самопомощь. Григорий, подождите. То, что вы не ответили на мой вопрос, я спешу на ваше опоздание. Вы, наверное, не расслышали. Вы будете укреплять коалицию мандатами Ляшка или нет? Переговоры ведутся? Дивіться, я не знаю, чи ведутся переговоры чи ні, але я буду вітати доєднання до коалиції і самопомощи, і Ляшка, і Батьківщини. Вітати, ну щас же їх нет. Не дождёте. Якщо вони долучаться, я буду це тільки вітати. Моя ремарка, а потом ваш вопрос. Поймете, Григорий, ви ответили, але родили у мене другой вопрос, на который даже отвечати не нужно. Це просто таке розмышлення вслух. Можна жить по закону, а можна жить по понятиям. Можна коалиція существовать по закону, і за год, в общем-то, требований общественности показати-то этот список с фамилиями і со всеми депутатами. А можна, як ви говорите, що голосують три фракції, чотири фракції, зість підтримували, зість підтримували, але це німножко не отвечає духу коалиції. Понимаєте? По-одеськи задам питання на питання. А який наразі порушується закон? Можна, можна. Можна вопрос? Можна вопрос? Як минимум. Як минимум. Я вже молчу об изнасилованном регламенті, що нахідно. Можна не таке терпела? Можна не таке терпела? Можна вопрос, пожалуйста. Який законоправді? Усітово, що я в відвічі от вас таки да, висіть, я отвечу вопросом на вопрос третий раз. Есть простое разъяснення. Конституція говорит о том, що коалиція формирується із представителей депутатських фракцій і збранних парламентів. Точка. Одну секундочку. Одну секундочку. Одна из формальних претензій Майдана к предыдущій власть це проєдні формальне претензії майдана А ви що, були на Майдане? Причем здесь... Ну, ви про Майдан говорите. А имене ли вы право говорить на имя Майдане? Я имею все такое же право как гражданин України, господин Фисенко, как и вы. И вы не вправе затыкать с ней рот. Я не знаю, что это хорошо. Я просто удивляю. Я закончу свой вопрос. Одну секундочку. Одна из формальных претензий Майдана к предыдущей власти было то, что в 2010 году было разъяснение Конституционного суда предыдущей злочинной властью, которая говорила о том, что коалиция может сформироваться из отдельных депутатов. И это на сегодняшний день, посмотрите историю Майдана трехлетней давности. Это было одной из формальных политических претензий к Майдану к предыдущей власти. И сейчас вы говорите, что коалиция существует. О чем вы говорите? Где она есть? В чем она существует? 226 голосов. Сергей, здесь вопрос в 226 подписях. Когда вы их наконец покажете? И ответьте теперь вы, как представитель коалиции. Ляшко, будет ваших стройных предах или нет? Это чисто фашистский метод. Поразить в правах других граждан. Николай, вы уже выступили. Я к вам. Я вас поражаю. Сергей, Николай, Николай, Владимир, пожалуйста. Мне нужно двигаться дальше. Сергей, я не знаю, че будет Ляшко в коалиции. Хорошо. А если вам сообщат ваши боссы, что он будет? Ваши действия? Ну, я не знаю, может у кого-то есть боссы. У меня боссы не знают. Дмитрий, здесь не нужно уже спорить эти споры. Здесь ведутся эти баталии уже. У меня не нужно. У меня есть коалиция или нет. У меня есть коалиция. Наши зрители уже давно сделали боссы. Юрий Дощатов, скажите, пожалуйста, вы. Что вам известно о переговорах, я имею в виду вот эту тему, сообразить на троих коалиций? Вам что-то известно? Мне неизвестно, потому что это не моя тема. Нечто запросить и у него спросить. Тема была заявлена МВФ и там остальные два момента. Значит, по поводу МВФ. Я здесь услышал столько страшилок, что уже, наверное, нужно МВФом пугать детей. Это раз. Два. Здесь прошло очень много неправильных, совершенно неверных, перекрученных фактов, которые тоже откладываются в мозгу зрителя, и он потом воспринимает всё совершенно иначе. Значит, во-первых, никаких фейковых меморандов, думав, никто не публиковал. Если ваши коллеги-депутаты что-то там себе, там публиковали, ничего подобного. Это были варианты разной степени обсуждения. Это не фейковые, это первоначальный вариант. МВФ готовится Украиной поэтапно эту всю историю. Значит, обсуждается первоначальный вариант, даётся первоначальный вариант от стороны МВФ, и он начинает обсуждаться. Несколько этапов обсуждения. Вот, допустим, после... Можно я закончу? Я перепутаю. А можете представить? Просто я вас не знаю, я не могу... Я представлю. Это Юрий Дощатов, очень известный журналист, украинский нововин. Видимо, не все не известны, но ничего, я буду стараться. Я занимаюсь темой МВФ 2009 года. Я подумал, что вы працюете в МВФ. Я не защищаю ни правительство, ни МВФ. Я просто знаю механизм, как это происходит, да? Значит, каждый раз проходит пересмотр с разными периодами. В итоге, значит, деньги поступают обычно в национальный банк. Они никак на украинском народе напрямую не... То есть наличие этих денег никак напрямую не отражается. Напрямую может отразиться в том случае, когда часть этих денег по договорённости заходит в правительство. А курс доллара, в свою очередь, отразается на жизни людей. Нет, ну это как бы... В данном случае это не критичный транш. Меморандум. Это гуляет. Давайте мы перестали нам изблекать людей. У нас есть юрист. Юрий, я дам слово. А если он станет последним в этом году? Он может стать последним? Абсолютно. Это не будет. Это будет... Опять же, это всё зависит от того, как будет работать правительство. А я сейчас объясню, почему в этом году. И как будет работать парламент. Если парламенту, членам коалиции, не нравится, что делает, как договаривается правительство с Международным валютным фондом, они вправе вызвать своего министра на ковёр, либо отозвать его. Этого не происходит. Значит, это не суть важная для парламента. Это навряд ли произойдёт. Это манипуляция. Я говорил, парламент забыл свою дуру в этой стране. Понимаете? Вы говорите абсолютно манипуляция. Скажите мне, пожалуйста. Я, в отличие от вас, работаю не в украинских новинах, а там, где четыре раза на рік премьер-міністр, министр финансов, окремые лидеры фракции, тих, кто, власне, господарями влады в стране, с дрожащими ногами, руками и губами, едут в Международный валютный фонд выпрашивать грошей. И я разговариваю с ними и чую відповідні речі, коли вони кажуть, а придётся в этом году легалізувати торговлю землёй. Ну і що, легалізували? Снять мораторий. Десять лет уже говорят легалізували. Да, послушайте, легалізували. А придётся в этом году... Так я не подправлю, я не сняю. Я не подправлю, я не сняю. Понятьте в зиму, я не сняю. Скажите бабушке, которая греетель вместе с соседкой зимой, что Международный валютный фонд – это хорошо. Моя работа, как журналиста, поедьте в семью обычную, на фабрику и завод. И послушайте человека, как прожить. Сергей, спасибо вам. Поедьте по нашим дорогам, понимаете? Вы тут офис перешли, из одного офиса в другой на Интер, и рассказываете, как жить украинскому народу. А вы с Николаемом Киев проедете. Я не рассказываю. Понимаете, не надо нам рассказать сказки эти все. Надо искажать собственные ресурсы и собственные ресурсы мобилизировать. Не сложится ли в Украине выделить Международный валютный фонд? Чижейская лица и правительство. Не сложится ли в Украине? Не сложится ли в Украине к концу года ситуация, когда, например, из-за блокады на Донбассе, убытки наши будут такими, президент пугал двумя миллиардами долларов, да, по-моему, насколько я помню, только в металлургии, только в металлургии. Ситуация сложится таким образом, что ради и этого, и очередного транша МВФ, и власть, и вы, народные депутаты, уже пойдете на любые условия МВФ и примете законопроекты, которых вы и боялись, и украинское общество боится. А может, легче с блокадой решить вопрос? О, ну, сколько уже месяца? Полтора месяца длится блокад. Кстати, скажите мне, Владимир, скажите мне, пожалуйста, есть ли какая-то социология по блокаде? Внутренняя политики у вас есть? Внутренняя социология по блокаде? Вы же все ваши штабы делают соцопросы по своему заказу. Население Украины полтора месяца для вас мало? С одной стороны, подождите, с одной стороны, вы, власть, говорите, каждый день блокады стоят Украине миллионы, миллионы, миллионы. Два миллиарда долларов, мы тратим. Не было три года, не жил, а не сорок, мы не решили. Изучаете ли вы вопросы и отношения к нему украинского общества? И по твоей решениях, я изучаю. Сколько вы должны пройти? Тарас Казах. Я хочу, пожалуйста, по-звершему, часы на питание про МВФ, те, что вы запитали. Дивите, сейчас вот большинство, така, нам не требуется МВФ, та нехай он иде в баню, и так дальше. Загадаймо, два роки тому, два роки, спочатку 2015-го року, коли був Иловайск, коли був Дебальцево, коли гривню мы бачили уже майже сорок, и после этого нам врятував реально нашу экономику, Международный валютный фонд, давши 5 миллиардов долларов. Если бы без этих 5 миллиардов долларов, на сегодня уже до гривня могла быть и сто. Курс гривни до доллара мог бы быть сто. Поэтому, знаете, гривеньская позиция, очень такая, нам погано, что мы не можем, что мы не можем. Нам немножко стало лучше, МВФ и в баню, мы с тобой не будем. Это очередная манипуляция. Под подушкой украинских граждан лежит 50 миллиардов долларов. Они не хотят их нести в нашу банку. Погонтарево, все министры, держат их в долларах. Они не могут повернуть доверие украинских граждан, до банков и до влади, и идут шукать гроши за кордоном. Это швидкая допомога вашей бандитской коррупционной влади. Называется «Международный полюбикник». Сергей, вы меня простите, но эту мысль вы повторили уже третий раз. Уже даже я устал. А зритель выключится. А зритель программы отвечать мне. Подождите. Владимир, вы говорите, что нужно решать проблему на востоке страны. А ее кто-то решает на сегодняшний день, по-вашему? Блокада, блокада. Вы сказали, может решить надо. А ее кто-то решает, вот так честно. Посмотрите, я приведу один пример. Можно решать, но на стадии, скажем так, начальной, когда можно использовать гибкие методы и порядок наводить, и в то же время договариваться. Конотоп. Попытались заблокировать, но в принципе там ситуация не вышла в конфликтную фазу. Что касается Донбасса, там все гораздо сложнее. Но если будут предприняты попытки захвата стратегических объектов, я имею в виду электростанций прежде всего, то это, я думаю, неизбежно вызовет более серьезные осложнения. Я скажу больше. Вот если будет, например, сделано то, что уже пообещали представители штаба, например, отрежем поставки электроэнергии на ту сторону. Но с той стороны тоже электроэнергия поступает, в частности в Мариуполь. Понимаете? Если здесь отрежут, там отрежут на Мариуполь, чем это закончится? Это фактически блокадники помогут той стороне начать наступление. Или, скажем так, бунту в Мариуполе, чему угодно. Вот в чем опасность. Поэтому я думаю, что на самом деле будут и переговоры. И это единственный путь. Правительство предложило нормальный компромиссный вариант. Совместно выполнять вот те самые требования, которые выдвигали блокадники. Ну, я думаю... Тарас, вот вопрос в чем? Переговоры или силовой вариант? Ну, только переговоры, потому что силовый вариант выключает зворотний удар. Потому что, по-перше, там люди озборожены. По-перше, если будет силовая операция на линии Зиткнене, не знаю, что это... Ну, будем говорить, что есть. Будем говорить, как оно есть. Потому что... Питание в наступном. Питание в наступном, что... Ця ситуация вокруг блокады показала, что у влады стратегии нет стосовно и окупованных территорий, и нет пропозиции. А что же мы дальше будем делать? Мы, фактически, тупсуем на месте. Два роки тому говорили, что мы торговать не будем. Организовывали блокаду с нашего боку. А теперь, выявляете, мы, наоборот, говорим, и фактически ничего не изменилось. Хлопцы гинуть, товари идут и так далее. А вот, господи, а тут вопрос... А вот, господи, вы решите. Або мы замороживаем конфликт за приднестровским сценарием, заводим туда миротворцев, требуем, чтобы были миротворцы, никто никого не убивает, и тогда торгуем. И гуманитарные программы у нас будут, и они уже зареєстрованы на нашей территории, и мы сможем с людьми спілкуваться и так далее. Но вы решите безопасное вопрос. А какая стратегия? А стратегии нет. Потому что отмотать, я уже не вижу, как можно сейчас отмотать ситуацию, без запропонувания с боку влады, стратегии, а как мы спілкуемся с этими территориями. Тарас Костянчук, а ваше мнение? Переговоры или силовой вариант? Ну, ясно, что тут сейчас нет однозначного решения, потому что там есть провокаторы, есть политики, я их уже называл, которые используют ситуацию просто для того, чтобы поднять себе рейтинг, и для того, чтобы на будущих выборах до себя подтягивать электорат, так называемых, вы решение. Треба влада, чтобы приняла какие-то стратегические, я тут абсолютно согласен. Робимо вот так и вот так, чётко и зрозумело, и отстануть от этого будь-якие политические силы, иначе будет конфликт. Понятно, спасибо. Виктория, ваша политсила. Самопомощь на сегодняшний день это основной донор политиков на блокадных редутах. Как долго вы ещё собираетесь поддерживать эту блокаду? Сколько это может продлиться? Ну, Алексей, по-перше, я не погоджусь с вашей тезой стосовно донора. Это абсолютно не отвечает действительности, потому что эти люди, которые там присутні, они присутні, потому что за покликом своего вражения и сподівания на выреченние той ситуации, яка склалася. А чему люди... Я не буду спрашивать, почему два с половиной года этот поклик, что это заглушало, этот поклик. Но как долго дальше? Этот поклик будет... Для того, чтобы дать ответ на это вопрос, мы должны дать ответ на простое вопрос. СБУ в сечне месяце обрюднило свои исследования, где они сказали, что за антрациту, который покупается для государственной компании «Центрэнерго», которая производит электроэнергию, закупируется как раз так называемый ЛНР. В ЛНР собираются 47% податков. Больше того, именно СБУ заявила в своих документах, что эти деньги идут на то, чтобы потом финансировать террористов, финансировать тех людей, которые потом идут и убивают наших людей. Поэтому вопрос очень простой. Только смотрите, вы правильно все говорите, я поддерживаю даже в чем-то. Но я вам привожу другие цифры. С начала этого года мы закупили уже у России угля на 250 миллионов долларов, которая будет спонсировать этими же деньгами тех же террористов. Выход где? Что решилось? Дуже простий выход. У нас насправді еще минулого року энергетический регулятор, про который я ниже не хотела сказать. Когда мы лякаем людей МВФ, мы также должны осуществить, что очень много законов, которые мы с вами принимаем под гидом МВФ, они потом не реализуются. Приклад – энергетический регулятор, который сейчас полностью контролируется президентом. Самый этот энергетический регулятор установил каждому из нас тарифы на тепло, на электроэнергию. И этот регулятор сказал, минулого року, для того, чтобы Украина стала абсолютно незалежной от гидома закупированной территории, давайте поднимемо цены на закупку в гидома и установим так называемую формулу Роттердам плюс. И тогда мы будем закуповывать гидома на международных майданчиках, не будем везти ее за то, не будем везти из России. Это предыстория слова, я вас перебиваю. Извините, вы не отвечаете на мой вопрос. Как долго будет длиться еще эта блокада? До того момента, пока наконец-то государство Украины не признает территорию Донбасса окупованою. Допоки держава Украины и парламенту ту, яка є окупованою. Да. У нас нема разницы между Кримом и Донбассом. И что там, и что там є российская окупація. Есть законопроект, он заарестрованный в парламенте, он прошел в рабочую группу, его нужно принимать. Вика, но многие эксперты говорят, вот поймите, многие эксперты говорят, что это очень рискованный шаг, что это наоборот усилит интеграцию этих оккупированных территорий под юрисдикцией Российской Федерации. Что сейчас не происходит? Те, что сейчас происходит, я прошу, происходит одна великая манипуляция. Если бы Россия хотела, абсолютно, наши граждане живут и наши граждане живут и наши граждане живут так же в Криму. И сейчас они останутся без средств существования. Куда они пойдут, так вы думаете? И наши граждане живут так же в Криму и на цей территории. А чему мы не можем так же визнать и Донбасс? А почему тут Россия? Мы должны Россию слушать и иметь свой властный розум. Я прошу. Дозвольте мне. Я действительно погоджусь с шановной коллегой в том, что эта блокада показала, что наразе Украина не имеет энергетической независимости щодо вугилья. И я с этим погоджуюсь. И, мабуть, это великий плюс, который должен быть поставлено в блокаде. Но эта блокада решает вопрос независимости или нет? сама по себе блокада. может решить только украинский уряд в сотрудничестве с экспертным средствами мы уже знаем, что премьер встречался с экспертом и они обговорили вопросы, и наш коллега Андрей Герус писал из этого привода, что у него есть конкретные предложения, что нужно делать. И это не на рейках это делается в закордонной работе, в договорах с другими поставщиками. И, мова идет про то, что, например, по газу мы решили это вопрос. Мы часто начали решить это вопрос вверху в 10 миллиардов сетей. Коротко, очень коротко. 30 секунд. У меня одно вопрос до представника фракции самопомощи. Вы будете голосовать за мой законопроект про введение криминальной ответственности за незаконное перемещение товаров в зоне зитнания. Нагадаю, от 3 до 5 лет, если это делается первый раз, и от 7 до 12, если это делается повторно, группой людей, а также за участие посадочных людей. Или нет? Будь-яя контрабанда должна быть прекратена, должна отнести ответственность. Это абсолютно понимание. Спасибо. Почему блокады от угольной метки? Мы перейдем в следующем часе к метке другой. Тема следующей части программы Насирова метка. Она страшна многим в этой стране. Поверьте, очень многие дрожат. А возможно уже и спят спокойно. Но обо всем этом через несколько минут рекламы. Вы дождетесь, я знаю. Снова здравствуйте. Это Черное зеркало. Мы продолжаем. Говорим о мутных водах дела Насирова. В них попадают все больше и больше людей. Сегодня, например, обыски прошли в службах фискальных сразу трех областей Украины. Многие говорят, что дело Насирова может стать черной меткой. Или для тех коррупционеров, которые участвовали в этих схемах, и других коррупционеров, которые орудуют в нашей стране. Или для тех политиков, которые попытаются это дело развалить. Тема сложная, и ее нужно обязательно обсуждать. Начнем, наверное, с экспертов. Мне интересно услышать ваш прогноз. Чем может закончиться дело Насирова? Увидим ли суд? Дойдет ли до приговора любого? Владимир, как вы считаете? Ну, по-перше, я думаю, что все все скидется про справу Онищенко. И по справе Онищенко рано или поздно до судового процесса дійде. Справа Насирова лишь складовая часть этого процесса. И вот тут есть вопрос. Хорошая такая составляющая. Вона наиболее резонансная. Насправді, она сейчас вызывает больше уваги, чем справа самого Насирова, его структура и так далее. И вот саме в цьому проблема для Насирова. Розумієте? Если бы не было такого величезного суспільно-політичного резонанса, то, сути, юридично цю проблему могли закрити достаточно быстро. И я думаю, что адвокаты Насирова это очень близко довели. Но проблема в том, что есть увага величезная, резонанс, есть тиск с боку суспільства. Я не включаю, что есть тиск с боку наших международных партнеров, чтобы эту справу не спустили на гальмах. Скорее за все ця справа будет затягиваться. Я, например, в этом году не уверен. Можливо, начнется процесс. Можливо. Но решений я не ожидаю в этом году. Потому что адвокаты будут борются за то, чтобы, скажем так, не было швидкого какого-то вироку. И сама політичная тактика по цьому процессу має полягаться в том, чтобы цей тиск был меньше. А для этого нужно использовать так что планируют адвокаты, мы можем спросить у Александра Высока. Я не ожидаю швидкого результата. Адвокат Романа Насирова сегодня наш гость. Александр, вы сами считаете... Мне, конечно, хочется спросить у вас просто по-человечески, почему вы это одеяло не поменяли? Зачем это было превращать? Ну, это не важно. Вы сами свою работу считаете блестящей, как говорит Владимир? И ваша тактика на затягивание она и дальше будет? Я хотел бы зазначити наступное. По-перше, так как прокуроры выклали свое клопотание с доказами про то, что начебто уже достаточно материалов для того, чтобы направлять справу до суду, мы свою позицию высловили и зазначили про то, что если достаточно материалов, пожалуйста, сообщите о завершении досудового расследования, открывайте материалы, сторона захиста не будет затягиваться и направляйте справу до суду. Сейчас мы увидим, как прокуроры с детективами быстро закончат судовое расследование в этой справе, а сколько я скажу таким образом, то материал, который мы увидели, для стороной захиста, он очень влаштовывает нас и мы готовы для того, чтобы как-найшвидше справу направили до суду. То есть пока вам выгоден, почему? Так плохо прописано дело? Так много проколов процессуальных? Ну так, я хотел бы зазначити про то, что эти моменты мы выкроем в судовом заседании, который призначен на 13 березня на 11-ю годину. В апелляционных скаргах позиция наша выслована, але хотел бы значить, что мы только розглядаем зараз запобежный захист. Справу, по сути, мы не розглядаем. Але те доказы, которые подклали под клопотание прокурора с детективом, в сторону захиста влаштовывает, и мы, наоборот, заинтересованы от нежвидше справу до суду. Понятно. Спасибо. Пока с вами... Да, Молк. А Дмитрий, вы внимательно следили? Вы внимательно следите за этим делом? Хорошо, тогда скажите, вы согласны с теми политиками и экспертами, которые говорят и подтверждают слова адвоката, что процессуальных проколов настолько много, что нет шансов довести дело до суда? Видите, шансы до суда есть, и он будет, я очень надеюсь, доведен. Это как раз первая часть нашей разговоры. А еще до самих судей я бы хотел окремо запоминуться и на суде, который был, и на суде, который будет. Это очень ключевый момент, потому что мы все видели, как у нас было затриманий учных, не заседания. А них чуть-чуть позже, давайте пока об этом. И на СРС, то так, чем они закинчивались, как они сгодом, в принципе, власне через судей, где больше через судей. Так, возможно, иногда были непредготовлены. Что-то там певных там проколев, это зрозумело, что адвокаты робили свою работу им за все гроши платят, и они пытали постепенно всю ситуацию, да, если три дни вся краяна так спостерегала, где був Паняковский великий слепый, так, у нас вышел на СРС великий хворий. В данном случае это же было видно. Но, что до судей, поделиться, уважно на персоналі этих судей, которые сейчас есть в судах, и почему нам кончить потребен независимый новый судовый орган, чтобы мы понимали. Первое, что застава на сбыток фигурует на 2 миллиарда, раптом 100 миллионов. Это даже не 10% от сбытка, который бы мав быть. Сам судья призначится тем, что самым он снимал Зеванюшенко, мая на вазе прекратил криминальное проведение, что позволило ему сейчас выйти из-под санкций. Не давал доступа следствия своего времени на буду о справе по Злачевскому, по кулику прокурору пригадываете про незаконное сбагачение и так далее, и так далее, и так далее. Давайте подивимся на суде апелляционного суду, который будет сейчас вести справу. Рекордсмен, наголошу, рекордсмен по скаргах в Вещую Раду правосудия. За три роки он имеет 35. Почему он имеет? Потому что у него есть прямый конфликт интересов. Его сын працает в прокуратуре. Ведомо, до речи, от дядя Каноненко Гарнов. Цему створеному и очень часто встал батько и сын. Один був с винувачением, а батько в этот час был суддеем. И так далее. И тому сподеваться на объективное решение с такими судьями, которые после того, что они наобили, я вам наголошу, что именно этот судья и наиболее скарг, который был в 2013-2014 веке, вы пригадите, что в Москве происходило и которые уникли покарания и далее они идут на распределение Дмитрий, вы не исключаете возможности, что в понедельник ситуация может развиваться следующим образом. Залог уменьшают, например, до 10 миллионов и на серов выходит. Я думаю, что сближают. Вы думаете, что все-таки увеличат? Сейчас подано две. От стороны защиты и от стороны антикорупционной прокуратуры. Тут, я так понимаю, там, в целом заневелирование. Само тому, я еще раз наголошу, например, наш законопроект от нормального контроля, который мы сейчас подали, который не рассматривают, он называется по сути для топ-корупционеров довичное увязнение. Там, например, мы пропонуем сняти норму для категории корупционеров и возможность выходить под заставу. Так, критики говорят, порушение прав людей и всего остального. Розумите, у нас не посажен на сегодняшний день жоден корупционер. Статистика этого года очень простая. Пять так называемых топ-корупционеров. Знаете, кто наивысший мает посаду? Это керевник выправной колонии. Это наивысшая посада посаженного конкурсюмера. Но здесь, к сожалению, вы не открыли нам ничего нового и не открыли ничего нового для общества, которое, зная вот эти цифры, вышло на акцию поддержки под суд. На акцию протеста. Андрей Ильянко, на судьях, которые проводят, потому что от их решения залежит. Вот доверие к судям и недоверие, вернее, вывело людей под стены суда. Андрей Ильянко, как вы относитесь к акции общественников под стены суда, когда там решался вопрос о заповедженном захисте для Насерова? Абсолютно нормально, позитивно ставлюся, правильно? А как по-иншому? Слушайте, у нас в стране досі не произошло реально злам посовково-олігархично-феодально-системы. Когда у нас люди, которые имеют реальные деньги и реальные связки, в принципе, никогда не седают в тюрьму. Они всегда или они находят возможность текти за кордоном, им дают, или они находят возможность эти дела развалить. Это, в принципе, первый случай, когда реальный топ-чиновник, причем от действующей влады, ну, как бы, опинився в такой ситуации и появилась надея, что действительно это не будет, как всегда. И в чём суть, насправді, цієї ситуации? Что, насправді, требовало давным-давно робить певные кроки, которые бы унеможливили цей фарс, который происходил в Соломенском суде. С всеми всема намаганиями затягнуть справу, намаганием уникнуть ответственности, намаганием симуляции и тому подобное. Позиции судей, которые не хотели принимать решения. Для этого нужно сделать несколько вещей. По-перше, как давно наполягала свобода, я тут сгоден полностью с Дмитром, треба, нарешті, у нас есть соответствующие законопроекти в парламенте, чтобы, отменить для коррупционных злочин, для занавлаженных коррупционных злочин, для чиновников, возможность выхода под заставу. Это, в принципе, должно быть скасовано на законодательном уровне. Другое, что должно быть сделано, должно быть в свой час ухваленеть закон про иллюстрацию, который предлагал свободы. И тогда все эти суды, коррупционеры, про которые тоже говорили, они бы, в принципе, сегодня уже давным-давно не были. У нас бы действительно была бы обновлена судовая система, где такие, в принципе, неможливые были бы речи происходить. И нам нужно было бы так же ухвалить закон, который мы предлагаем, чтобы уненужить в стране эту ситуацию ганебную с чиновниками, с подвейным патройным гражданством. Это, в принципе, просто нонсенс, это порушение Конституции, это порушение законов, и это ганьба для нашей страны. Так же, давным-давно этому нужно было покласти край. И это ганьба для керевництва государства, ганьба для тех проверяющих структур, которые допустили людей с подвейным патройным гражданством на такие посады с доступом до государственной теймницы на таком уровне. Для принятия таких решений это просто немыслимо, что происходит. Еще раз по поводу этой акции под стенами сюда. Признаюсь, я ее поддерживаю скорее, но в то же время нужно же думать о чистоте процесса. Не дало ли это право адвокатам повод говорить о том, что это было давление на суд? Александр, вы прокомментируйте, пожалуйста. Вы считаете это давлением на суд? Будете использовать эту карту или нет? Я скажу таким чином. Моя позиция наступна. Люди мают право собирать и заслуживать свою гражданскую позицию. Но я хочу беззначить на наступное. С чем это связано? Дии запобежных заходов, такие как сроку затримания, закинчиваются 23.50 после этого детективы, охрана, прокуроры выехали из строительства и фактически наш клиент остался вместе с нами в строительства. А что вы тогда с ним делали в эту ночь, что он встал и пошел? Ну, я скажу таким чином. Поруч с ним находятся лікарі швидкої медичной допомоги. Тобто, скажу не так, что там ходил, а те, что уже, ну, я хотів бы зазначить наступное, чтобы никто не звинуватый про то, что страна захиста затягивала процесс. По-перше, его из лекарни доставили до Института Строжевска силою. Не то, что там выяв божаня, а его доставили силою. И, до речи, прокурорів и детективов цікаво дайте питание, чи может он за станом здоровья принимать участие в следующих процессуальных действиях. Так я хочу бы зазначити, что по сегодня или сейчас такой ответ нет. Сторона захиста или сторона обвинувачивания рано или поздно вернется за период с 2 по 7, или он право принимать участие в следующих процессуальных действиях. Это очень сложное вопрос. Это была симуляция состояния здоровья? Нет, это не симуляция. Я хотел бы зазначити, что вчера Романа Насирова тоже не доставили до зала судового заседания на проголошение решения суду. Ну а сторона защиты понимает, что страна вряд ли верит, что пишущий здоровьем 38-летний молодой человек оказывается чуть ли не при смерти в день объявления ему подозрений. Я поясню эту позицию и с ним эти питания обговорил. Как так сталося? Вы понимаете, что это нивелировало случайно или по чему-то наузкиванию, но это, в общем-то, уничтожило репутацию инвестирования. Я хочу пояснити. Его позиция наступна. Как он говорит, если кого-то относится, мы все не помечаем. А если особисто него относится, он почув на себе не рассчитывал силы в этом вопросе. Это его позиция. Поэтому то, что произошло с его психологической гипертонической кризис, то, что потом далее, не буду сказать, что ему сделали в этой Феофании, но сейчас я думаю, он сам особисто скажет. Он просто знал действительно такого навантажения психологического. Я все-таки хочу выяснить. Тарас, вот как ты считаешь, не переворщили ли с блокадой с этой? Не пойдут ли потом адвокаты и тот же Насиров в Европейский суд по правам человека? Европейский суд скажет, да, это основание, это давление. Мне взагаля дивую, какие претензии до суд. Вибачьте, парламент проголосовав начебто реформу судовую, если не помиляюсь, пів року тому, 300 голосовую. Обещали, что будут всех менять и так далее. У меня вопрос, почему такие возникают вопросы? Стосовно того, что происходит, конечно, что будет использоваться и клетка, в которую поместилась, будет апелироваться к этому, и сам процесс. Вот сейчас говорит, симулировав, не взялимав. А что заважали детективам НАБУ привезти своего эксперта? Что, они не знают, что он будет и что будет какие-то манипуляции из этого? Приведите эксперта, проведите освещение, а потом вручайте предозрку. Здесь возникает вопрос. А должны ли сейчас быть проверены действия врачей? Нет, ждите. Сейчас уже пішов. Помогали ли они, была это симуляция или нет? Помогали ли они или нет? Если есть независимый эксперт, то час уже прошел. У меня, когда я смотрел на это, как действует НАБУ, у меня вообще возникало много вопросов, что им вызвало вызвать повестку, в рабочий час, вручить подозрение, что Насера входил и до прокуратуры, и до НАБУ спокойно, и на допит, и несколько разов там был. Почему это было? В нерабочий час, когда заборожены следующие действия, порушивать процесс. Перед выходными. Да, перед выходными. Это было очень похоже на манипуляцию, извините, пожалуйста, и удавить, что начинка вы работаете, потому что можно было это сделать целиком нормально, не порушивая этих вопросов. Алексей Рябчин, вы согласны со словами Владимира Сесенко, что дело будет непростым и долгим? Я согласен, что дело будет непростым и долгим, но посмотрите, как это видит процесс со стороны простых украинцев. 51 номер в БПП назначенный к админам Яценюка по совету очень дорогих адвокатов. Я вам рекламу сейчас какую-то делаю. Делать неправильный шаг. Во-первых, это нагидная поведенка после Майдана. Извините, сейчас перебью. Александр, вы действительно очень дорогой адвокат. Вот сколько стоит день? Вас было 10, да? И ночь. 10 друзей на Сиро. Вы 9. Хорошо. Сколько стоит сутки вашего сопровождения? День, час? Сколько у меня окремо вызначены мои бонусы? Ну это тысячи долларов, сотни, сотни гривен, ну примерно. Ну и тариф. Вы же ночью работали. Ну, возможно, это конфиденционное питание, я не хотел бы разговаривать. Хорошо, скажите, это очень дорого или просто дорого? Дорого. Дорого. Хорошо, Алексей, продолжайте, спасибо. И что мы видим? Я вам тоже рекламу сделал, кстати. Вот если сейчас думаете обидеться, то будет все неправы. Что видят люди, что человек, у которого есть два дополнительных паспорта, как венгерский, английский, как уже предположительно, как уже сказано, что человек, по совету очень дорогих адвокатов и по той системе, которая, к сожалению, после Майдана вообще не поменялась, несмотря на те реформы, которые проголосуют, Батьковщин за них голосовал или за то, чтобы дать шанс, несмотря на то, что мы создали правоохранительные органы и НАБУ, которые мы симпатизируем и хотим, чтобы они профессионально работали за ту зарплату, которую они получают, у них есть ошибки, к ним есть претензии. И люди видят после Майдана, что эти коррупционеры потенциально, они будут выходить и выкручиваться. И поэтому люди выходят. И я поддерживаю требования людей. Можем сказать, что, например, когда Янукович в 2014 году развернул курс страны и не подписал ассоциацию и начал близкие отношения с Россией, он тоже сделал все правильно. У него были такие полномочия. Но люди вышли и изменили эту ситуацию. Здесь будет такая же ситуация. И последнее, что я хотел бы посоветовать адвокатам. Да, я сегодня слышал ваше интервью, что он там бедный голодал, что у него там была тортура и прочее. Но я думаю, что наши хлопцы на фронте смотрят вот это и они испытывают великую, большую такую ненависть к этой власти, которая есть. И мой вам совет. Не надо играть карту подачи суда в европейский, чтобы он еще вот за то, что вот это вот мы были, чтобы он еще с Украины за это деньги сынул. Вот это вот гоньба такая. Я думаю, что... Вы хотите прокомментировать только очень коротко, пожалуйста. Только коротко, Александр. Я хотел бы зазначитесь, вы звернули увагу что до процессуальных порушений. Чи может быть решение законами, что есть процессуальные порушения? Конечно, нет. Конечно, нет. Если сторона защиту констатует порушение Европейской Конвенции за права человека, а я беру особистую законность с затриманным, то я вам сразу скажу, без ухвалий следствия судей в лишку, в непритомном состоянии затримывающей особу, поверьте, это решение... Вы сегодня в интервью сказали, что его ночью не покормили, или это тартури. Я, по-перше, такого не сказал сегодня. Значит, одного из адвокатов мы сегодня были. Мы сегодня на эфире были. Я хотел бы зазначитесь, что сторону защиту интересно, выключно процессуальные порушения, на которые мы будем реагировать належным образом. Если суд апелляционной инстанции действительно недорогует, а я скажу таким образом, чтобы НКБ работала эффективно и квалифицированно, они не имеют права помилок. Вы знаете, что в юриспруденции помилка очень дорого коштует, как и в жизни. Хорошо, а могли быть эти ошибки намеренными? А тогда выникает вопрос, если эти ошибки намерены, то до чего это приведет? Для того, чтобы общество будет не доверять тому, что створили такие потужные органы, наделили такими повноважениями. Я хотел бы, до речи, поделиться с вами, что против нас работает 15 детективов, группа прокуроров, все мы все почули, старшая группа прокуроров. Это мы знаем, да, действительно, это мы знаем. А вы скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, можете сказать, я не попрошу называть имена, вы говорите о том, что против вас работает очень много людей, да? А положа руку на сердце, не называя имен, обещаю честно, а на вас кто-то из властных кабинетов работает? Звонки были? Я скажу таким чином, не, на нас никто не працюет, мы працюем выключено в процессуальном плане. Я сказал, что нам, по-перше, треба законное решение отримать, по-перше, это решение, которое суд оголосил, которое я ждал вчера. До речи, я хочу отримать эти решения. Ну вот точно не было ни одного звонка сверху, тому же Насирову, со словами не парься, все порешаем. Я таким сведом таких понятий не был. Вы не знаете, да, спасибо. Виктория, вам не кажется, что вот дискуссия идет, но уже даже в этом, в этой студии этот разговор ведется так, как будто дело уже развалилось. На начальной стадии только этого дела. Или я ошибаюсь? Я могу с вами погодиться в частине оценки взагалі работы нашей судовой системы. Давайте будем абсолютно відверті. Наша судовая система и суды это круглая порука. Это люди, которые связаны, замешаны и с олигархами, и с представителями влады. На каждого из них есть досье. И есть та точка болювана, которую всегда можно натиснуть, для того, чтобы принять правильное решение. Правильно, зазначил мой коллега пан Добродомов, давайте подивимся на статистику вынесения вироков. Кто у нас понес ответственность за коррупционные действия? Да, взагалі, ну, ноль фактически. А люди прекрасно знают, что ДФС это одна из наиболее таких коррупционных и не просто коррупционных, а репрессивных машин, которая действует против людей, а не за людей. То есть, и Насиров, осуществляющий эту службу, обещав стольки разів, чтобы будут проведены реформи, а ничего не делается. И еще одно, стосовно конкретной там справы, яка сейчас рассматривается, я очень надеюсь, что НАБУ дойдет и до следующей справы. Я бы давала соответствующие документы подать на БУ, по Насирову, по Спаве, по Укрнафте. Там 10,5 миллиардов гривен несплаченных податков. Я сама персонально была на заседаниях, где задавала питание представникам, его заступникам. Есть план реструктуризации? Нет. Как вы собираетесь сделать так, чтобы вернулись деньги? Ну, мы еще не знаем, а в этот момент 18 миллиардов гривен было выведено из-на-пьет государственной компании. Так вот, я очень надеюсь, что у вас клиент когда-то понесет покорание и за этот конкретный случай. Спасибо, Виктория. Григорий Шверк просит у меня давно слово. Я вам его даю, Григорий, но вы должны ответить на один мой вопрос. А с чем связана растерянность БПП в первые сутки после ареста? Вот тут только что говорили, человеку испортили день рождения, а вы его блог Петра Порошенко не испортили ему день рождения своим поздравлением с пожеланием справедливого суда, кажется? такой изделательский. Не знаю. Но через сутки начали защищать. Смотрите, я честно говоря, с моей точки зрения, мы чрезмерно сосредоточились на той части, которая называется запобежный захир. И все, что с этим связано, и нарушение, и так далее. Я предлагаю все-таки посмотреть... А если его выпустят, а он сбежит еще дальше? Я предлагаю все-таки посмотреть на тот юридический кейс, который сейчас рассматривается. И для того, чтобы снять немножко напряжение, скажу, что говорит закон, налоговый кодекс. Любой налогоплательщик, у которого есть долг перед государством, например, миллион, имеет право обратиться в налоговый орган и сказать, ребята, на счету ноль денег, сейчас кредит взять не могу, сделайте мне, пожалуйста, рассрочку. И у налогооргана ровно два выхода. Либо подписать распоряжение о рассрочке, либо суд, закрыть счета, прекратить деятельность этого предпринимателя и арестовать его в конце концов, прекратить его бизнес. Теперь посмотрите, если... Можно я договорю? И сегодня... Любая сумма... Вика, да слушай, пожалуйста, хорошо? И я убежден, что если сегодня Роман Насыров получит любой обвинительный вырок, ни один налоговик никогда не подпишет ни одной рассрочки платежей по налогам. То есть это так мы поддерживаем бизнесменов? Это ж на сто процентов. Если человека за это арестовали, то никто не подпишет рассрочек. Вы сейчас, Григорий, я правильно понимаю, что вы сейчас предупреждаете, что арест и срок для Насырова обернется крахом малого и среднего бизнеса в Украине? Это ваша мысль? Я просто обращаюсь к тем людям, которые сегодня не по юридическому кейсу, а общими словами. Я же не говорю о том, что Рома белый и пушистый, что у нас отличная налоговая и там нет проблем. Я предлагаю посмотреть на конкретный кейс. Результат его впоследствии ни одного подписанного рассрочка. Извините, мне так и хочется напомнить о реакции украинского общества на этот арест. Я уже говорил об этом. Не важно. Сергей, вы меня перебиваете. Сергей, вот прокомментируйте, пожалуйста, вот эту пляску на аресте, давайте ее назовем, хотя бы в соцсетях. Люди даже не хотели разбираться. Виноват, не виноват, есть состав преступления, нет состава преступления, но чуть ли не казнить. У нас общество просто не видит реальных результатов борьбы с коррупцией из-за этого? Да, есть несколько аспектов. Аспект политический. Вы все заметили, какая реакция общества на возможную потенциальную посадку уже представителя новой власти. Ни одно преследование законом представителя предыдущей власти не вызывало такого невероятного резонанса и микромайдана, условно говоря, возле суда, как этот реальный прецедент. Немыслимо. Сегодня в Полтаве прошла уникальная ситуация. Более того, ситуация интересна еще тем, что Насиров, признаемся честно, не самый известный был чиновник в этой стране. Не тот, который более не тот, который наиболее всех раздражал. Он еще не напитал на себя столько негатива. Вот сегодня, например, в городе Полтава бывшая фракция партии региона, в Ридномисе такая партия есть, вышла из большинства, которые составляют Батькевщина и Блок Петровского. Порошенко. То есть они в шоке от масштабов воровства новых, от их ловкости и энтузиазма, что даже партия регионов сбежала с этой ширки. Это шок. И это серьезный сигнал. Дальше. Вопросы не поделили, что это. Председатель ДФС. Насиров не должен был быть после Майдана с такими возможностями и доходами, способностью, возможностью нанять 10 адвокатов, а я думаю, там и бэк-офис еще есть из 10-15 адвокатов. Быть назначен на эту должность. Это неправильно. Это было неправильно. Назначать, курировать немыслимо, богатого и влиятельного человека таможней и налоговой. Ведь в Советском Союзе, в постсоветское время, после Майдановска, до Майдановска всегда считали налоговика и таможенника самым коррумпированным человеком. Говорили, этот крохобор, а тот мытник-здырник. Помните же, ну все это знают. Третья важная составляющая. Сегодня уникальный день, дорогие друзья. Сегодня ровно тысячу и одна и одни сутки после бегства Януковича. Ровно три года прошло. Мы слышали с вами за эту тысячу и одну ночь тысячу и одну сказку. Сказку о судебной реформе. Раз. Сказку о Назыка, а в результате задекларировали фактически национальный бюджет и никто не хочет проверять происхождение этих денег. Сказку о судебной реформе. В результате все судьи коррумпированы, вся мафия, которая существовала ранее, до сих пор существует и будет существовать. Дальше будет сказка о антикоррупционном суде, о реформе налогов, о ДФС и так далее. Ничего не меняется. Я хочу призвать украинцев не впасть в то состояние, в которое впал Насиров из-за того, что его не посадят. Очевидно, что он не получит заслуженный срок. Для этого должны произойти в стране серьезнейшие системные изменения. Но противно смотреть, когда бабушка, дедушка, простой обычный человек, семья простая, особенно когда многодетная, идет оскаживать в суд переплаченные там тысячу гривен или пятьсот гривен тарифов и не может позволить себе услуги даже бесплатного адвоката, а тут тот человек, который должен, который контролирует две трети национального бюджета, спокойно позволяет нанять себя, я уверен, человек 30 адвокатов. Человек 30 адвокатов. И платить вам просто немыслимые деньги, я не хочу вслух называть. Теперь, что касается материальной части этого дела, вот здесь просто сказано была очень провокативная вещь. Сергей, вы тогда определитесь в своих выступлениях или красивости про тысячу и одну ночь и сказки, или какой-то фактаж вы даете поделать. Вы тогда давайте мне в два раза больше времени. Ну, Сергей, здесь просто небольшая манипуляция. Вы говорите, что таким образом подставили предпринимателей. Нет. Насколько я знаю, в деле есть следующая составляющая. Глава ДФС имел право дать... Знаю, я много чего знаю. Глава ДФС мог дать возможность на ресурсуторизацию, но в границах одного бюджетного года. А сделал это без соответствующих согласований в пределах более широких. Там 2-4-5 лет. Вы верите, что сейчас вас зритель понял, Сергей? У нас очень умный зритель, особенно мой. Он очень умный, но он уже очень обозленный. Ему все равно схема. Он прекрасно знать, что чиновник его рулит. О, Господи, начало с эвакцией протеста 1 мая. Я за вас скажу. Спасибо. Расправа между окруционерами произошла за суд. Спасибо. Николай Скорик, следующий. Знаете, вот сейчас очень часто сравнивают все, что происходит у нас в стране с произведениями Оруэлла и с его героями. Вот я в сети недавно прочитал такое меткое, мне кажется, сравнение. Это сравнение Насерова с человеком функции. То есть, что поменялось и что поменяется от того, что сейчас Насерова Гройсман поменял на своего очередного земляка из Винницкой области. Что у нас уйдет коррупция в возвращении НДСа, что уйдет какие-то другие вещи, абсолютно ничего не произойдет. Совершенно справедливо только что замечалось, что Насеров же не из воздуха взялся. Насерова позиционировали как реформатора, который абсолютно ничего не сделал с точки зрения реформирования системы. Насеров это депутат фракции Блока Петра Порошенко. Вот у меня вопрос, когда говорят про его там два-три паспорта, есть или нет. Вот я общался с, допустим, с представителями ДФС, они говорят о том, не знаю, насколько это правда, что НАБУ сфальсифицировало документы об этих паспортах. С другой стороны, если это правда, тогда возникает вопрос к тем людям, которые проводили спецпроверку и все органы, которые проводили спецпроверку Насерова, потому что чиновника такого уровня это должна быть масштабная спецпроверка, СБУ и так далее на предмет допуска государственной тайны. Кто за этот вопрос будет отвечать? И очень такое вот в самом начале обсуждения господин политический эксперт сказал о том, что с точки зрения закона все, что происходит, можно легко достаточно разбить, но есть общественное мнение. Вот у меня опять же вопрос, в какой стране мы живем? Мы же, это мы хотим суда или мы хотим назначить, если он не виноват, тогда какие к нему вопросы? Если он виноват, тогда давайте дадим суду спокойно возможность разбираться. Вы три года все реформируете. Говорили сначала, нужно НАБУ, получили НАБУ, нужно там антикоррупционную прокуратуру, получили. Теперь говорят, давайте сделаем, создадим антикоррупционный суд. Давайте тогда создадим прокурорский суд, милицейский. Вот у меня есть большое желание, чтобы этот антикоррупционный суд создался. И от этого ничего не поменяется. Не меняется самое главное, не меняется система. Люди живут за чертой бедности, а нам показывают шоу, как Настера входит в одеяле, как там его перевозят туда-сюда. От этого ничего не меняется. Не менял одеяло, Николай, не нужно. От этого не меняется реально ни борьба с коррупцией, реально не меняется, действительно, не реформируется система, и этим подменяются реальные процессы, которые нужно проводить в стране по реформированию. Проводится шоу по перевозке, он встретил, он красивый кровать. Юрий Дощатов, а вы как это оцениваете? Кстати, как шоу или как первый сигнал к первым победам? Сейчас, кстати, по поводу антикоррупционного суда у меня есть очень хорошая, очень интересная информация, которую, наверное, кое-кто не знает, ну, может быть, за исключение некоторых депутатов. Значит, во-первых... По зарплатам, правильно? А? По зарплатам. По каким зарплатам? Нет, это провокация, Юрий Дощатов. Смотрите, я маленькая подводка. В нашей студии это провокация, не отличается. Маленькая подводка, я еще не опытен в этом плане. антикоррупционный суда. Смотрите, как можно воспринимать 400 тысяч? Можно я закончу хотя бы? Да, расскажи. Значит, как воспринималась вся ситуация с Носировым? Во-первых, было понятно, что это сделано очень поспешно, да? В итоге и НАБУ, и адвокаты действовали как-то не очень слаженно и дали маху и те, и другие довольно серьезно. Ситуация может действительно преподнести сюрпризы в понедельник либо вторник. Параллельно с этим меня очень удивило и, честно говоря, оскорбило как гражданина Украины, но тем не менее имели основание заявления от Евросоюза и от Администрации и от Соединенных Штатов от посольства о том, что они приветствуют задержание. Хотя это задержание, это ничего. Это как будто мы садимся на диету, мы купили творог диетический, но мы даже его не открыли. Это начало. В понедельник, вторник могут быть сюрпризы. Заявления Евросоюза и Соединенных Штатов похоже, это как в анекдоте, когда доктор сказал в морг, значит в морг. То есть они предвосхищают ситуацию, говорят, ребята, не балуйтесь, не шалите, если вы начали это дело, давайте введите его до конца. Как это будет дальше, непонятно. Значит, возникают вопросы по поводу того, нужен нам или не нужен антикоррупционный суд. И это можно считать аргументом, что он нам нужен. Но антикоррупционный суд, это было условие меморандума, это маяк, меморандума с МВФ. В итоге... Нового, который тайный, который мы обсуждали в первой части. Который тайный, который мы обсуждали. Да, это первоначально. Значит, по итогу... Там о посадках было. Можно я закончил. Картошки? В итоговом документе, с которым, в отличие от депутатов, некоторым журналистам удалось все-таки ознакомиться, МВФ пошел на серьезные уступки в этом направлении. В частности, вот я читаю новость, которая уже, наверное, вышла в агентствах. Международный валютный фонд согласился продлить процедуру запуска деятельности антикоррупционного суда в Украине. Это следует из... Значит, в итоге, если изначально МВФ, то есть тогда, когда был первый вариант, это месяца два назад, изначально предполагалось, что Верховная Рада примет законодательную базу для обеспечения работы антикоррупционных судов, то есть полностью уже примет до конца марта, сейчас уже марта. Нам уже суд обещали запустить до конца года, помните? Да, до конца марта. В последней редакции законодательная база должна быть подготовлена и подана Верховную Раду до середины апреля. То есть до середины апреля законопроекты должны быть поданы Верховную Раду. Но принятие, то есть Рада должна их утвердить, до середины июня. Сейчас отсрочили? Получается, да. Процедура отбора судей высшей Квалификационной комиссии и подача их аккредитатур в высшеме Советной Ремаркой. Можно не успевать, а можно, знаете, как в народе говорят, забить. До середины до середины января по специальной процедуре должны быть отобраны те судьи, которые будут входить в эти антикоррупционные суды. И суд должен начать свою работу через год, до конца марта 2018 года. Ну и что? Ох и долго. Таким образом, мы видим, что... А, и кстати, как было достигнуто такие договоренности, насколько я знаю, к переговорам подключилось Министерство юстиции. И благодаря действию Министерства юстиции, вот как раз, по-моему, насколько я знаю, удалось вот как бы продлить вот эту вот процедуру. Понятно. Возникает вопрос, нужен этот суд все-таки или не нужен? И к чему вот вся эта ситуация разрушена? Ну, нас всех давно уже волнует вопрос, кому он больше нужен? Нам или нашим западным партнерам? Очень коротко, и Тарасов, хочу сказать слово, он давно просит Сергея, вы следующее. По опыту истории с набой с электронными декларациями, раз эти товарищи требуют, придется сделать. Кстати, по электронным декларациям тоже непонятно. Я хотел додать одну речь. Мы сегодня мы давно просили слова, мы уже много говорим про эту справу, про справу, яка стосуется Онищенко. Но за последние два года, в которых пан Насеров занимает эту посаду, было не меньше десяти поведомлений только народных депутатов про действия, в которых вбачается склад злочину. Насерова. именно руководство Державной фискальной службы. И пока что, пока пан Насеров находится в СИЗО, пока он не может так сказать, я думаю, что для того, чтобы сохранить обличие, постановить здоровье, национальный антикорупсийный бюро працюет. Воно повинно зараз, для того, чтобы зберегать обличие, в первую очередь, чтобы не только адвокаты сосредились на этой справе, они мают, на мой взгляд, обязанное понедельник на том же суде дать еще несколько таких постанов про подозр для того, чтобы уже надежно спрацювать и дать на долгий час и після этого это уже может быть целая низка справ, которые будут расследоваться и выйти из въезда Сергея Рудик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Шановні коллеги, шановні телеградачі, ну, величезный резонанс, который вызвала эта справа в общество, объясняется, на мою думку, одним. Общество ждет реальных, решительных кроков по ружбе и посадке первых осей. Какие у нас органы в государстве отвечают за это? Загальновидомо. САП и НАБУ. Сколько времени они уже працуют? За месяц будет международный аудит, если будет вчасно, и мы узнаем результаты их деятельности. Скажите, пожалуйста, загальновидомо на сегодня, что эти процессуальные ошибки, я не хочу сейчас из студии их поднимать. За этот неделю было больше, чем достаточно про это сказано. Не тогда пришли, знали, что будут вихедние, не было присутствия прокурора. Я уже не говорю про то, что справу передали в тот суд, где НАБУ висловило две подозри двум но суть не суть. Скажите, пожалуйста, если все я про порушение права человека, на которые обратилась сторона защиту, вообще не говорю, если в результате мы не получаем вырок в связи с тем, что были порушены 5, 6 или сколько статей закону, кто от этого выиграл? Кто будет виноват сегодня в Украине, кто понесет морально хотя бы ответственность? Президент были спроби сказали, БПП парламент, уряд, кто? Я вважаю, что люди, я вважаю, что люди, которые впродолж почти двух лет получают заработную плату 80 тысяч гривен должны действовать, если не бездоганное, потому что это новый орган, то максимально приближенных к буквы закону. Это первое. Президент создавал, подписал указ, не заважал. Уявляйте ситуацию при Кучме, когда действующий президент государства не отключается в правах. Мы много проблем в украинском сообществе, но это одно из них, это то, что мы достигли. Мы создали независимую гилку в этой ситуации как Набу и САП. мы ждем от них. Я, в частности, действия, которые могут привести до красных вещей. Я задал вопрос, что я, как народный депутат, могу сделать, а помогать этим хлопцем. скажу, про патрии не громадянство, потому что это не безопасно. Здесь, Сергей, хорошая идея, но здесь же, если бы в вопросе насилия, это было самым страшным. Вымога, которую выставляет НАБУ по отношению до выбранного западного подозревали, что у него такие течения. Простили бы ему страна плохо, но закрыла бы глаза. Если бы вы говорили про выбранное западного западного и страна до нападного наполягала на том, что если ему это не сдать, то тогда он втечет, потому что у него есть закордонные паспорты. Если бы это уникнуть, у нас тогда снимется много проблем. Хотя безбережно все не вывезти. Главное, чтобы голосов хватило у вас на принятие этого законопроекта. Сейчас, кстати, я хочу поговорить о голосах. Уже звучат мнения экспертов о том, что эта ситуация с Носеровым может быть по полной использована в Верховной Раде для лояльных голосований. Той же группы Ведроджиня, тот же депутат Хамутынник, да? Сергей, это возможно? Конечно. Так тогда и калицию не надо создавать, получается. Или шкуш садавались, или шкуш сдавать премьерские в Сикерское крестовство. Я думаю, тут цена вопроса этих голосований еще должна обсуждаться. Они голосовали, выходя из домовленостей и фактических торгов, ну, базару, который влаштовывался безусловно в Верховной Раде Украине. Теперь они голосуют на основе показов вашего клиента Носерова. Это же справа политичная и серьезная. Я думаю, что за одно место сегодня подвижено несколько фракций, начиная от радикальной, закиная отроджением и так далее. Я хотел бы просто для информации сказать про антикорупционный суд. Значит, новые суды в двух палатах, в одних будет их не меньше 30, в других не больше 70, будут отримать, теперь уважаю, заработную платную. Одни 250 тысяч гривен на месяц судья. Это конституционный суд. Нет, 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 нет. Инший, 370 тысяч. Это на фоне минималки для простых работников 300 и пенсии 1500 гривен. Теперь, где есть такие антикорупционные суды? Чтобы вы понимали, до чего мы докатились, и чтобы вы понимали, что нам нужно не новые органы создать, а довести до ума те, какие есть, реальные суды. Так вот, страны, где эти суды существуют. Цена из страны всего. Мы будем 18-ми. Уявите, где мы все живемо. Афганістан, Бангладеш, Боцвана, Бурундии, Камерун, Кенія, Малайзия, Непал, Пакистан, Палестина, Синега, Уганда, Мексика и Танзанія. По экономическому развитию мы находимся среди этих стран. И именно поэтому мы виноваты и за ровным коррупцией и в Украине. Мы находимся среди этих стран. Я не могу вас сюда просто говорить о том, что не вопрос зарефонировать просто судебную систему. Смотрите, смотрите, можно я заметить? Можно я заметить? Парламентская президентская республика, парламентская президентская, это результат парламентской президентской. Один агент КГБ, МВФ, другой агент администрации президента захищают эти суды. Я не понимаю. Один МВФ, інший суд. Сергей, мы тут метки. Сергей, смотрите, мы здесь сегодня обсуждаем очень опасные черные метки. Хотите, выдам вам на несколько параграм? Дмитрий, Дмитрий Добродомов. Друзья, вот вы критикуйте депутатов, это шановные эксперты, за то, что они делают базар и балаган в парламенте, сами же сделают его сейчас в студии. Давайте к чему вопросу быстрее. Друзья, с привода голосов в парламенте, то, что Насиров был продуктом постельным и основным из продуктов договорников между неиснующей коалицией и этими двума элергогическими группами. Многие говорят, что даже если схема у них не возглавляли, как минимум. С этими группами я вам даю гарантию, потому что по ключевых вопросам он всегда был как пункт в этих вещах. Это однозначно и то, что сейчас будет происходить. Но я обратил внимание на другие факты, которые происходили. Его заступник, не заступник, а керевник внутренней безопасности. Это его многократный еще из школы друг, я уже про него много говорил, пан Шеремета, который мог быть иллюстрован, потому что в Генпрокуратуре учитывал его в отделе заступником керевника отдела, вы знаете, зачем? За дотриманием законодательства спецподрога. Не тримало времени, мало времени. Дозвольте, в Капліна багато, в Добродумово мало. У него велика партия. Сергей, где она велика? Семьдесят тысяч человек. Он сразу написал заяву на звольнение. Это означает, что повернение на сила, Дефест уже не будет. Теперь другие вопросы. Помогите, кто в Администрации президента? Работаете, получаете там в подвале деньги. Помогите. Отключите микрофон Сергея Каплевича. Вы на кого работаете, я работаю на украинский Владимир, при всем уважении, сейчас отключу его. Кто мав очолить, сгідно закону, кто уже не слышит, подождите. Дмитрий, заканчивайте, пожалуйста. Кто мав очолить, згідно закону, будучи виконующим обомиски, в очевидь, перший заступник. Это закон. Очолю чомусь людина Гройсмана. Причем та людина, яка проходила по двох криминальних справах, в частности, поведом ломати саму систему. Насиров цеплит цією систему. Мы поняли, эта мысль уже сегодня здесь звучала. Спасибо. У меня важный вопрос есть еще очень нашему дорогому, как выяснилось, герою. Александр Лисак, адвокат Романа Насирова. Скажите, Насиров может заговорить? Я скажу таким чином. По-перше, він в понеделок буде в судовому заседанні. Вы рассматриваете такой вариант, что когда линия защиты уже окажется мало, то Насиров заговорит и заговорит так, что зашатаются очень-очень высокие кресла. Он может только говорить о том, что он подписывал эти рассрочки. Что он может сказать? Мав или нет? Мав право подписывать. Он ничего не будет. Я хотел бы еще обратить внимание, что антикорупционных судов. В суспільстве существует думка, что до судов никакой доверии нет. Виникает логичное вопрос. Конкурсная комиссия будет, с кого набирать судов. Ви же не забывайте, что антикорупционный суд – это высокая специализация. Это люди, которые знают тонкости. Я вам скажу, если взять Украину, есть суды, которые знают, а есть суды, которые даже не ориентуются в этой категории справ. Поэтому, знаете, так, выбирать комиссию, ты хороший, ты плохой, а и человек, если не знает специализацию. Вот такой будет результат, как, например, с этим затриманием, как происходило. Разом пандидатами, они должны иметь специальную подготовку, чтобы надать, скажу, належную право оценку теми или другим. А я скажу, в принципе, для судового процесса, самым криминально, это нескладный процесс. Або по закону собраны доказаны, або не по закону. Чи каже свидетель правду, чи не каже правду. И давать оценку не очень сложно. Понятно. Спасибо, Александр, что разъяснили, но все-таки, если вина вашего подзащитного будет доказана, то ничего он брать не будет. Он будет защищать за допомогу нас и доводить свои новости. Ну, возможно, вы сейчас кого-то успокоили. Тарас Костанчук, мой последний вопрос в этой программе к вам. Если дело развалится, если дело развалится до суда, ведь приговор может быть и оправдательным, да? Ну, то есть, аргументируйте общество, если дело развалится до суда, я был своими бойцами под Соломенским судом в ночи чергували, так бы мовити, не давали там відбутись якомусь побегу, так бы мовити. Потім мы разошлись, природно, что в понеделок мы будем знову под апеляційным судом и мы будем тиснути на судов своей присутностью зовні и абсолютно байдуже, как до этого отнесется европейский суд. Мы хотим справедливого суду. Я хочу, чтобы Насеров втек. Я вам отверто скажу. Вам его жаль? Нет, мне абсолютно не жалко эту владу. Вот, нехай он втечет, нехай он покажет дулю знову украинскому народу и тогда будет зрозуміло, что все это было спецоперация. Специально они его взяли в пятницу перед вихідными. Специально они сделали эти процессуальные ошибки. Они все сделали специально, чтобы ничего не произошло. Но тогда мы им покажем, что такое справедливый суд. Дарас. Мы поняли. Значит, очень важно, мы все согласимся здесь, что дело очень непростое. Возможно, тем, от кого зависит вот решение этого дела, ход этого дела, нужно четко понять, что это дело может стать фитилем. И чем все закончится, каким взрывом, и кого этот взрыв затронет, а кого, возможно, и сметет. Предугадать, наверное, очень сложно. Спасибо, что были с нами. Это было Черное зеркало. Был рад всех вас видеть. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова